Здравствуйте, дорогие друзья мои, уважаемые зрители! Сегодня вас приветствую опять же с Венецией! Она никогда не надоедает, я надеюсь. Хочу сказать, что вот как-то прямо так нам ножками, вот там у Сарочки видно какая-то гостиница, и девочка отдыхает, и как это она отдыхает, что ножки прям выходят на канал. Лето и массаж делают, прикольно, да? А, я сегодня с такой сумкой, такая большущая корзина, потому что она у меня полная. Маур сказал, принеси, пожалуйста, браслеты. Он серьезно это все не воспринял, я думала, а потом он посмотрел эти браслеты и говорит, так, быстренько, я уже сделала витрину у себя, так что давай, неси. Туристов много, выходные. Вот везде византийский стиль, вот посмотрите. Это я постоянно говорю, ну какие же венецианцы, итальянцы. Ну какие они, итальянцы. Боже, гондола за гондола. Это всю дорогу, вот сколько плыла, столько, 70 евро. Но это радует, что люди могут себе позволить, 30 минут, 70 евро. Очень даже хорошо. Я рада за людей. Двери всегда красивые венеции. Это я вышла так на мостик, чтобы здесь поделать вам приветствие, сделать вам приветствие. и иду к Маур-Рузаку. Кода сегодня высокая. Смотрите, я вам напоминаю, что все гондолы 11 метров, это стандарт. Какие длинные весла. Вот тут хорошо вам видно. Рядышком. И тут себе люди отдыхают. Ну, конечно же, как же без фотографий. И тут красиво. Везде красиво. Вы знаете, вот так вот можете встать на мосту и на все стороны покрутиться, и везде можно сделать шикарные фото. Чао. Ребята знакомые. Так, а мы по закоулкам. По закоулочкам. Я иду там, где меньше людей. Видите, да? Я уже как венецианка шастаю по таким местам, где поменьше людей и можно быстрее пройти. Хотела выключить камеру, потом думаю, не поставлю. Повожу вас немножко. Вот так. Вот это такой венецианский дворик. И тут же ресторанчик. Вот так. Ну, тут же же витрина рыбы свежей. Кстати, рыба на 25% подорожала, потому что бизин подорожал, и моряки поднимают цену. И вот эти хозяева ресторанов говорят, что, пожалуйста, но если ты поднялся, но все равно я вот тебе заказываю, только привези. Они еще говорят, а дорого, а дорого, а дорого. Ну, хорошо, дорого. Мы понимаем. Вот иду вас возле всех таких вот, видите, такие незаметные. Турист сам сюда не попадет, если разве что случайно забердет. Ну, вот дворики и везде в этих двориках какие-то ресторанчики, барчики. Смотрите, желтые волосы, девочки. Все. И мы уже вышли. Это самый, самый короткий путь в магазине Маура. Лиза Спаньоли, Ириана Конти. Сегодня она бежево-оранжевая. А я сегодня... А где вам показать себя? Я взяла кардиан, потому что мне сегодня до 9 вечера, суббота, воскресенье, пятница, суббота, вернее. А вот прямо, вот я не буду показывать, потому что руки заняты, вот там вот прямо у нас Сан-Марко. И седой можно на Сан-Марко попасть. Буна сэра. Чао. Мне нравится, если сделали витрину в одном цвете, вот так вот делать в одном цвете. Там зеленые, там красные. Маура, конечно, все на кучку. А я тоже делаю брастетики, так же по 2-3. Но мне нравится по цветам, по цветовой гамме. Смотрите, какая женщина. Какая картина. Большая картина. Это в гостинице напротив магазина Мауру, будет Сан-Марко. Кенди Рицео, в Остре Даниэле, Сан-Марко. 535. Вот я проходила мимо, говорю, должна зайти, потому что это реально, это же не итальянка. Я говорю, это полька. Он говорит, нет, это астрийка. Очень красивая. И мне сделали комплимент за мой лук. Ой, как красиво там парочка темы и яйца. Смотрите, а я подсматриваю. Ой, дождик начинается. Очень даже хорошо. Дождалась дождика. Я уже иду домой, по дороге домой. Вам еще делаю видео ночной в Венеции. Ну, посмотрим, как ночью гондольеры работают. Все вновь. Отдыхают, смотрю. Ой, боже, сколько гондол еще, да. Работают. В вечерних каналах, да. Тут такси выплывает. Прикольно. Красиво, да. Ручная Венеция. Тоже красиво. Гондола, сеньори, гондола. Нравится мне это место, потому что здесь хорошо видно этот ресторанчик. Вы его уже со мной видели и днем, и ночью. Сейчас, кстати, который час? Смотрите, который час. Я только иду с работы. А час? Вот. 9-10. Выражение Мадонны. Вот кому-то захотелось так сделать. И сделал. Кто-то вышел уже отдохнувши на вечерний променад. Так, покажу вам спиртные напитки. Вечером хорошо видно витрины. Нету бликов солнечных таких. Мадикум. Ну вот, эти бутики, наверное, открыты до 12. Микс. Все можно купить такое на презенты. Вот эти конфетки очень люблю. В супермаркете они по 2 евро, а тут они по 6 евро. Понятно. Венеция для туристов. Такий мусор под ногами. Вот они убирают по утрам в день. Законите, туристы расходятся и, конечно, очень много мусора оставляют за собой. Почему-то. Красиво эти двери смотрятся, да? Даже вечером вот такую подсветку. Такие красиво наекованные изделия. Всегда. Вот все двери в Венеции шикарнючие. Красивая такая она ночная тоже. Венеция ночная. Мне немножко жутко, конечно. На Гондоле я бы не хотела плыть, потому что очень рядом возле воды. Слежу, что мужчина-итальянец рассказывает. Говорит, что это самый красивый мост Венеции. Говорит его название. Не знаю. На итальянском говорит, это какие-то итальянцы, которые не знают Венеции. Может быть. Может быть. Может приехали снизу Венеции. Ой, Италии. Вот такие движения такие возле Венеции, возле Реальта. Вечерняя Венеция. 10 часов. Ну так, полдесятого где-то так. Вот такие вот возбежушки тут. Девочки специально вот одеваются. Какое-то платье с балеринки одела одна девочка. Дела автосессию в Вечерней Венеции. Красиво и романтично. Да, я смотрю, что сейчас более популярный в это время суток более популярный все-таки такси, чем гондолы. Все правильно. Я считаю, что правильно. Так, я уже приехала в Мастре. Автобус остановился не под домом, а почему-то он в центр приехал. И вот я в эту как собака. А так говорят. А почему говорят так? Уставшая как собака. Зато хорошо видно витрины цветочного магазина. Видите, написано кьюза. Кьюза это закрыто. А у меня вот так точно висит домом. Боже, надо вам, наверное, показать. Я себе на магазин тоже такая овальная, тоже на этих шнурках закрыто. Не вечеринно, зачеринно, вечеринно. Чисто украинскую себе писала. Делала декупаж мне девочка. на мой магазин и я привезла сюда. Точно такая же идея. Мои идеи уже лет 15, но может и эта тоже лет 15, не знаю. Вот, нравятся, конечно, мне такие бутечки. Также она иду додому. Ноги, иду, иду. Ой, устала. Устала. Я хочу вам показать, какой я парфюм купила, а закрыт этот магазин, закрыт. Вот, и Маура зашел. Вот там вот видно, красненький. Тоже, наверное, зайду, домой покажу. Вот у них только витрина. Нет, не закажу, не покажу. Потом, когда буду покупать для Маура, сделаю, может, вам тут обзорчик. Вот этот парфюм, написано на нем Меланзан. Ой, господи, вы видите, Меланзана, это вообще этот осенненький, боже, баклажан. Мелогранно написано, Мелогранно на этом красном парфюме, написано на бутылочке. Мелогранно это гранат. И такой запах классный, ну просто, такой запах. И вот, кто не зайдет в квартиру, говорит, Жанна, что это? Ври, вот этот аромат для квартиры. Я помешана на всяких разных ароматах, но реально этого стоит. Маленькая бутылочка 22,90 или сколько там, да, а большая 59, я потом буду покупать, потому что Маура тоже зашел, говорит, Жанна, что такое, что такое, что так пахнет, что так пахнет, говорю, вот это пахнет. Говорит, хорошо, покупай, купи мне в магазин, потому что я же постоянно говорю, что в магазине ты должен одеть, быть красиво, весь пахнючий, потому что ты продаешь дорогие вещи. ты должен соответствовать своим продукциям. Вот. Так что я вам потом покажу, объясню, что за марка, кто в Италии, чтобы могли купить. Вот это тоже Эльборестрия, это аптека, где натуральное все на травах продается. Ой, все, друзья, спасибо всем за просмотр, спасибо за внимание. Иду домой, надеюсь, мама дверь не закрыла. Я просила, не закрывая дверь, потому что мама умеет оставить ключи, и я лезу потом через балкон, по крышам, по гаражам. Ну, вот я еще такое умею, да. Соседи уже в курсе. Все, папа, друзья. Чао, 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 чао. Си, вы интро в Ютубе, си. Не захотел идти вперед. Хозяйка говорит, иди сюда, он ждет, что я подойду. Чао. Арию Дерти. Ой, видите, включила еще камеру. Собачка остановилась, не хотела идти вперед. Они его тянут, а он встал, и все. Пока я не подошла, его не покохала, уже тогда успокоился. Такие интересные эти животные. Ладно, если уже включила камеру, то еще договорю, я вам сказала, меланзана, этот синенький баклажанчик, то я уже сразу скажу, пока вспомнила, что первыми сюда завезли этот овощ евреи. Какие-то купцы, даже не могу сказать, что евреи, но я знаю, что итальянцы, венецианцы не знали, что с ним делать, они все, что не знали, что делать, это не подбрасывали под Канареджо, это еврейский тот район, который был закрыт, такой в Венеции. Я вам тоже говорила, что этот район был закрыт, и только Наполеон разрешил евреям выходить за территорию Канареджи. И покупать уже жилье себе, потому что раньше нельзя было этого делать. И евреи научились готовить эти меланзаны. И сейчас уже это как бы и венецианцы даже не представляют себя без этого блюда, без баклажанов вообще. Они его готовят по-разному. И многие даже не знают, и уверена, что не многие, а больше половины или вообще, наверное, 8% венецианцев не знают, что это. И надо благодарить еврею за баклажанчики. Но это уже точно. Спокойной ночи. Это моя. Видите, как обещала, так вам и показываю. Сейчас она у меня без надобности висит на кухне, а раньше это было в одном из моих бутиков. Вид чинено, за чинено. Кьюзо Аперто. Закрыто, открыто. И Бона Нотер. И это тоже с моего магазина. Одна осталась. Остальные мама разбила, ей не нравится. Спокойной ночи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова